всем привет друзья вы на канале вот так а мы по-прежнему под солнцем и по-прежнему на море потому что мы приехали практически приплыли геленджик это один еще из самых популярных курортов на черноморском побережье нашей большой родины в общем друзья сейчас мы здесь проездом также как и в новороссийске то есть мы транзитом едем в сочи останавливаться здесь не будем поэтому видео будет только с центральной набережной которая является одной из самых протяженных набережных мире 14 километров друзья вы только вздумайте 7 из них пешеходные так что есть где разгуляться начинаем прямо сейчас ну и конечно же друзья нас интересует здесь пляж и море потому что же ради этого сюда все едут ну а знаете что еще можно сказать про геленджик это один ну не один а вообще считается что он самый чистый город в вот на всем побережье здесь очень тщательно следят за частотой а как улиц так и пляжей все остальное значит посмотрим конечно вдруг это ложная информация хотя все пишут что это действительно так пойдемте к морю что песок ну пляж не очень широкий не такой широкий как был в этом витязева но тоже есть где полежать народу немного сезон закончен хотя здесь вы знаете в отличие от анапы да здесь народ есть здесь чувствуется что еще лето как бы продолжается там уже как прям осень такая да а здесь вот еще лето поэтому геленджик в этом смысле выигрывает слушайте вода вообще теплая по сравнению с нашими купаниями витязева конечно там прям это очень бодро было здесь ну может быть дайте почему потому что это же бухта здесь вода а наверняка обновляется больше чем а в открытом море поэтому прям очень комфортно и дно вот здесь видите поглубже то есть сразу глубина начинается а вот прям очень хорош пологий песок мне нравится такое ощущение что здесь это аллея звезд аншлага а то нету каких певти начинок максим данаевский купченко василий лановой в общем такая своеобразная аллея звезд непонятно к чему она приурочена потому что здесь нету какого-то фестивального зала ну просто значит чтобы люди по ним ходили принципе найти мне вот мы только вышли на набережную мне здесь уже нравится потому что она такая прям очень ухоженная такая прям атмосферная то есть ты идешь и действительно ты понимаешь что ты на курорте и это еще больше расслабляет мне нравится слушайте помимо того что здесь набережной когда вот так смотришь в сторону вот смотрите туда и смотреть там такие улочки уходят и горы мне чем-то напомнило когда мы ходили гуляли свое время по анталии тоже такие пейзажи но там конечно как-то мне кажется еще более открыто и живописнее ну тоже это все впечатляет потому что горы хотя вот как бы сам пейзаж вот центрального пляжа никому не очень нравится ну то есть бухта она и есть бухта но вот то что находится сзади мне это более интересно и более соответствует моему представлению о том как должно выглядеть курортные города ну в общем люблю я всякие такие арт-объекты которые находятся ближе к морю нравится мне красивые виды получаются красивые фотографии поэтому но здесь много кстати говоря всяких разных скульптур какие-то там невесту и видели там золотая рыбка и какие там еще есть кстати говоря фонтан здесь не работает должен быть поющий фонтан а отпел отпел видимо свое уже увидимся в следующем году в этом сезоне он закончил так мы сейчас пройдемся еще потому что тут как я сказал можно много долго гулять но времени у нас ограничено посмотрим что будет сейчас в той стороне потому что должен пойдем и вернемся обратно еще у нас есть желание пообедать потому что у нас уже время обеда но об этом чуть позже а пока пойдем погуляем ну вот смотрю сейчас сравниваю с анапской набережной меди здесь больше нравится конечно не ялтинский уровень но получше чем анапе он тоже здесь есть кстати говоря на прокат самокаты много предлагают экскурсии водных там от 500 рублей ну зависимости от того какую экскурсию выбирать потому что можно поехать смотреть на дельфинов а можно просто какую-то по бухте совершить прогулку в общем нужно кормить ногами акул в общем как и везде в том смысле что любой каприз за ваши деньги хотите индивидуальную экскурсию хотите групповую все как тебе погода погода отличная просто тут знаете еще кстати говоря что я хочу заметить вот здесь вот мы сейчас идем по набережной здесь набережная она полу в тени то есть видите сосны вот эти и они спасают от жары потому что на улице 26 ох 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 а на дворе это уже все-таки октябрь месяц поэтому это круто друзья что мы захватили такую погоду нету думаю что до конца путешествия нашего она должна продержаться обещала мне нравится здесь разнообразно разнообразие пляжей потому что есть ну бесплатный куда мы заходили есть платные вот так вот а там шезлонги зонтики бар свой прикольная как хорошем европейском курорте где-нибудь в испании в италии в италии нет но в испании наверное ну вот я про такие улочки говорил конечно классно залете идти просто гулять даже все вылизано все выстрижено здесь прям за набережную ставлю 5 плюсом это очень круто там на горе наверно не будет да не веленджик написано на камере да прям голливуд но геленджик да российский наш красота красотой обед по расписанию друзья потому что я уже чувствую что у меня мой отсосы да надо уже где-то присесть не знаю пока здесь кстати говоря очень много кафешками но тут прибрежной зоне но так как мы экономим бюджетники до бюджетники мы сейчас ищем столовку какой-нибудь очередную и буду надеяться что вкусно ура мы нашли столов короче у нас все вместе оказалось вот 690 рубля не так дорого конечно дороже чем в этом самом но это же геленджик здесь наверное подороже чем в анабио все кушаем и едем дальше ну вот теперь настроение совершенно другое как обычно так ничего все друзья у нас время в геленджике закончилось к сожалению очень ограниченным и по времени как говорится голубым по европам приходится скакать ну что в геленджик мне кажется надо ехать за геленджик стоит приехать посмотреть но здесь вот такой вот чувствуется уже уровень действительно курортный такой хороший уровень но вот еще желательно где-нибудь первую береговую берите чтобы уж прям наверняка окунуться пусть это будет не так дешево но зато атмосферным и насладитесь отдыхом ладно все поехали по даму и и и Ну вот мы и доехали, друзья, еще одно место, которое мы тоже каким-то образом умудрились посетить. Вот я говорю вам, еще раз повторюсь, что вот так приключения мы когда делаем, мы в принципе какие-то основные точки на карте отмечаем для себя, а потом едем, куда глаза глядят. И вот сейчас у нас глаза доглядели, мы приехали еще один порт, это город воинской славы Туапсе, друзья. И мы сегодня здесь тоже прогуляемся по набережной, наш тур по набережным продолжается, вот мы вам все обязательно покажем. Ну город не туристический, поэтому здесь туристов мало, но сегодня многолюдно, потому что сегодня выходной день. И люди тоже гуляют и радуются тому, что на улице тепло по-прежнему. Ну наверняка вы знаете, друзья, что Туапсе является еще одним портом, не таким большим, как Новороссийск, который мы с вами тоже уже посетили. Но тем не менее здесь как бы пляжей как таковых нет, вот в черте города, потому что мы сейчас в самом центре, поэтому здесь просто люди приходят, смотрят на набережную такую рабочую и вот еще даже поезда ездят, оказывается. Так что вот такое дело. Ну знаете, вот для разнообразия, если у вас есть время, то это, конечно, всегда интересно. Это смена, допустим, вот курорта Геленджика, да, где мы были 10 секунд назад. И Туапсе, это два разных города. И, конечно, вот когда ты переходишь с одного города на другой, то это вообще очень интересно. Тем более на машине по серпантину мы ехали прям. Тебе понравилось по серпантину ехать? Обожаю. Вот, так что, да, было интересно. И горы, конечно, впечатляют такие. Но еще впереди у нас же дальше путь будет. В Сочи там тоже будут горы, поэтому ура, ура, ура. Как хорошо, что приключение может продолжаться, продолжаться, пока не закончится день. Так что, друзья, у нас все хорошо, наше приключение продолжается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Все, конец закончен, поди с дубой. Все едут отсюда в Геленджик, потому что здесь не курорт. Ноу-хау, пицца с курицей в конусе. Я не мог просто пройти мимо, надеюсь, что такое попробую. Ну что за букет? Странно. Ну, болгарский перец, куриное филе, все это в майонезе и тесто. Ну, на пятьдесят? Да, не дороже. Ну, мы вот, как вы поняли, уже из порта вышли, потому что набережная оказалась вообще очень маленькая. Долго там не погуляешь, но мы нашли, тут есть пешеходная улица, Галина Петровой называется. Галина Петровая? Галина Петровой. Галина Петровая. Вот, мы сейчас туда идем, что могу сказать про город? Слушайте, ну какой-то он прям какой-то очень провинциальный, на мой взгляд. Может быть, в этом и есть соль, вся прелесть? Ну, как-то. Мне кажется, просто он какой-то, ну, старый, взрослый, говорить про город. Сколько лет-то? Ну, там 1800 какого-то года он, по-моему, сейчас скажу. В 1838 году. Ну, в общем, он такой, здесь вот старый. Да, вот такие старые дома, четыре-пять этажей, три-четыре-пять. То есть, как бы, такое все очень. На что-то похоже, ну, знаете, вот, допустим, я не знаю, просто я сравниваю, потому что, как бы, мне ближе под Москвой, поэтому я вот и сравниваю. Как-то, мне кажется, вот похоже на какой-то один из подмосковных городов. То есть, значит, идешь, ты даже не понимаешь, что ты на юге, да? То есть, нет такого вот, если, допустим, не брать в расчет то, что сейчас октябрь, а ты ходишь в шортах и футболках, ну, допустим, если вот в летом, то в любом приедешь в Подмосковье, в любой такой город, и будет такая же площадь, будут такие же улочки, такие же дамы. То есть, ощущение того, что ты находишься на юге, рядом с морем, нет вообще никакого. Ну, вот это, кстати, и есть эта улица. Ну, что могу сказать. На самом деле, это нормально так, если ходить погулять, то вечерком пройтись. Здесь много магазинов всяких там одежных. А кто такая? Галина или кто-то? Ну, не знаю. Она купила ее или что? Нет, честно, ее так назвали. Я не знаю, кто это. Есть у нас википедия, там можно набрать и посмотреть. Короче, здесь, да, здесь одежка, какие-то там аксессуары, потом я смотрю, там какие-то сувениры, бабульки сидят на лавочках, дедульки, молодежь. В общем, все замечательно, как и в любом провинциальном городе. Кстати, надо, чтобы в каждом провинциальном городе была такая улица. Не обязательно Галины Петровой, но вот такая прогулочная. А заканчивается улица центральным городским рынком. И, друзья, у нас давно уже не было, кстати говоря, что-то мы по рынкам вообще не ходили. Только в Судаке были на маленьком каком-то, а здесь центральный. Ну, правда, дело уже к закрытию все время-то. Ну, посмотрим, что осталось, может быть, даже что-нибудь купим. Специи нет, специи нет. Рынком, рынком. Ну, я говорю, что улице уже все закрыто, потому что время к закрытию, тем более сегодня выходной день. Мы остались без инжира, но мы посмотрим, может быть, на улице еще что-нибудь купим, если вдруг попадется. а то коньяк нечем закусывать сутка правда красивый закат друзья сегодня закончит наш вечер и я на поле этого заката спасибо что досмотрели наш выпуск до конца надеемся что той информации которую мы с вами поделились вам хватит для того чтобы принять решение поехать сюда не поехать стоит обеспечить это место или не стоит вы постарались во всяком случае не забывайте про хэштег вот так ченнел по которому вы найдете все наши предыдущие видео и конечно же новое потому что наше приключение продолжается и все наши соцсети тоже работают instagram контакте telegram везде пишите не забывайте про комментарий под видео ставьте лайк и подписку естественно оформляйте если еще этого не сделали на этом все пока пока скоро увидимся а еще и а и и и и It never felt so good